Друзья, я хочу вам подарить целый комплекс уроков обучения с нуля пошагово, каждый урок право полушарного рисования. Вы сможете после данного курса писать любые картины. Этот курс мы даем бесплатно. Это будет много-много уроков записи, которые пошагово будете выполнять и развивать свое творческое видение, видение художника и развивать право полушария, которое в наше время отстает. Я занимаюсь уже этим 10 лет. В основном мы делали все в офлайн, вживую. Теперь это все онлайн можете получить. Поэтому сейчас ссылочка внизу есть под видео, ссылочка здесь вот в подсказках. Заходите, подписывайтесь и получите эти уроки уже сейчас. Увидимся на занятиях. Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую всех любителей живописи. С вами Школа Креатива. И я художник-педагог Валерия Крылова. Сегодня мы с вами нарисуем вот такой закат на море. Нам нужно с вами отметить линию горизонта, линию моря. Это ниже серединочки. Ниже серединки. Значит, посмотрим, где у нас будет солнышко. Оно в правой части. И от него, отступая, очертания скалы я рисую. Пока без деталей. Пока нам в точности вырисовывать ничего не нужно. Беру белила. Кадмий желтый вокруг солнышка. Такая легкая должна быть тут небрежность. Для того, чтобы потом у нас облако не как по линеечке тут легло. И мы будем добавлять понемножку неаполитанский розовый. И по краешкам справа-слева добавить его. И добавляю более оранжевый цвет. Розовый можно с оранжевым смешать. Интенсивность вот этого облака тоже меняется. Вот справа-слева вы можете даже добавить чуть-чуть. Все на нюансах. Когда речь идет о таких переходных состояниях природы, как рассветы и закаты, у нас краска меняется нюансами. Прямо на кончике кисти. На верху у нас наш желтый потихонечку переходит в голубоватый. Вот такой дымчатый цвет верхний правый, верхний левый уголочек. А на право там минимальное его количество доходит. Фиолетовый формирует у нас верхушку. Потирающие такие движения. Если будет ярко, я сейчас покажу, как смягчить и сделать облачко более воздушным. Вот здесь самое интенсивное место. Вот на этом облаке оно достаточно высоко и, соответственно, далеко от источника света. Поэтому оно достаточно темное. Фиолетовый мы можем с вами перекинуть на нашу набегающую волну. Пускай она будет такая многослойная и мягкая. Вот такое темное насыщенное море. Индигу и трамарин. Можно сразу же краплака туда добавить. По горизонтали. Когда я рисую воду, мы работаем обязательно по горизонтали. Чередование волн, гребни волны светятся, а вот подошва, основания темные. И как раз вот такая череда у нас идет с вами темных полос. И цвет я поменяю на индиго-коричневый. Масло здесь не нужно, потому что в составе масляных красок, во-первых, маслица у нас есть. Потому что мы же поддавливаем с вами постоянно красочку. И, в принципе, у нас сохраняется масло. Здесь, чтобы с пеной не путалось, честно говоря, тоже пока я краешки скал не выписываю. Я пока только затемняю области. Песочек тоже я рисую по диагонали. Здесь по горизонтали и небольшая диагональка здесь есть. Почему? Потому что градация света у нас идет по горизонтали. Предлагаю низ нашего песчаного берега доделать вот таким образом. Более темные цвета я добавляю коричневый. Эти же красочки у нас пойдут потом на высветление скалы. Но сначала нам нужно будет завершить работу дальним планом. Можно для того, чтобы оживить, где-то бросить вот такие вот высветления. Опять же, более оранжевый возьмем цвет и возьмем цвет более розовый. Вот этим цветом можно нарисовать горы дальнего плана. Даже чуть-чуть в красноту хочется фиолетовые увести. А оранжевым я покажу, как мастихинчикам добавить света и бликов. Я возьму мастихин и оранжевый цвет, белый плюс оранжевый, белого больше. Этим цветом буду добавлять на горы фактуру и со стороны солнышка высветление. Желтым цветом, желтый плюс белый, тоненькой кистью и небольшое количество маслица я подвожу. Делаю более золотыми. Низ облачков на горы немножко прям фиолетовенького хочу добавить чуть вот основания, слишком розовые. Несколько прямо вот таких примакивающих движений в пользу более темного фиолетового цвета, более синего даже. Добавим ярких красок на нашу скалу и добавим голубой. Лазурную краску я возьму цирулиум, лазурная, цвет морской волны. Обозначу вот такие просветы. Кому нравится бирюза, может тоже сюда ее подключать чуть позже. Сейчас чередование светлых и темных наберем с вами обликами. Можно будет маленькой кистью либо мастихином пройтись. Коричневого здесь побольше. Индиго коричневый. На воде индиго синий, ультрамарин, а на камнях индиго коричневый. С дальнего плана снова пойдем золотить наши замечательные волны. У нас на палитре есть вот такие желтовато-розоватые, которые мы использовали с вами на небе. Начнем вот с этой волны. Здесь беленьким пройдемся чуть позже. Черненьким уже прошлись. А вот теперь я золочу ее край. Выше есть еще одна набегающая волна. Там подошвы мы уже не видим, но золотистость ее ощущаем. Чем ближе к солнцу, тем больше я беру желтого с белым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обязательно сделайте перерыв и издалека картиночку оцените. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok